Познавательные поездки на троллейбусе. На Чебоксарском маршруте номер 14. Сейчас можно не только доехать до нужной остановки, но и заодно по пути узнать историю названия улиц. Проект придумал один из студентов экономико-технологического колледжа. Владимир Михеев не только сам изучил историю родного города, но и выпустил брошюрки для горожан. С пользой на троллейбусе прокатилась и наша съемочная группа. Внимание! Следующая остановка улица Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий один из правителей Украины. Во времена которого Украина была присоединена к России. Кто такой Фучик? Чем занимался Ахазов? Кто посадил рощу на одноименной остановке? Студенту Владимиру Михееву уже давно было любопытно, кем же были все эти люди и чем заслужили право называть их именами улицы. Так родилась задумка проекта «Следующая остановка». Ведь где еще рассказывать историю, как не по пути следования троллейбуса? Я много рылся в архивах, искал информацию в интернете. Распечатал около тысячи штук буклетов. Тут же можно почитать брошюрку и увидеть наконец лица тех, чьими именами названы улицы. Ведь далеко не каждый знает, как выглядел тот же Богдан Хмельницкий. Поначалу пассажиры немного настораживаются. Выборы вроде прошли, тогда что за листовки? Но потом успокаиваются и даже начинают улыбаться. Экскурсоводов в троллейбусе им еще наблюдать не приходилось. Недовольных, во всяком случае, мы не заметили. Нужно, потому что много мы чего не знаем про наш город. Молодцы. Мы очень плохо знаем истории своего города. Мы пожилые и то не все знаем, а уж молодежь тем более. Это интересно. Владимиру помогают его друзья, тоже студенты. Самое интересное, что никто из них с историей не связан. Владимир, к примеру, будущий бухгалтер. Начинающий экскурсовод и историк-любитель простодушно объясняет, почему выбрал именно 14-й маршрут троллейбуса. Искали чистый маршрут, где людей будет не так много, чтобы толкучки не было. Студенты занимаются этим бесплатно, на чистом энтузиазме. Причем вскоре собираются охватить познавательными лекциями и другие маршруты троллейбусов. Но сколько продлится такая просветительская деятельность, пока сказать не могут. Наталья Егорова, Алена Кириллова, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.